Всем доброго времени суток! Севка и Надя покидают квартиру ТВшки. Надя выполнила то, ради чего ее туда приглашали. Не бог весть, конечно, какая она из себя поварешка, по мнению и Севки, и ТВшки, из забытых богом недогорок. Опять же таки, по мнению бабы Тани. Она нелестно отзывалась о местности, где проживает Надя, говорила, фу, засратая местность, и жители такие же. Что это за дома? Интересно, она совершенно забыла, откуда вышла родом она. Когда Севка приезжал в Дмитровку и ходил там с мамой, снимали и показывали, домишки были, ну, примерно такого же типа. Однако же там ее все устраивало, когда она жила, но теперь что и сравнивать, о чем и говорить. Баба Таня птица высокого полета. Она уже городская, ну, своя просто в доску. Ну, и что, что она не умеет включать душ? Ну, и что, что она не умеет пользоваться госплитой и прочими бытовыми приборами? Ну, разве это так важно? Самое главное, что у нее есть своя квартира. Как она ее получила? Об этом баба Таня тоже не хочет задумываться. Такой вариант визитов Нади наверняка ее устроит. Ну, вот как Зина. Обслуга. Пришла, сделала то, ради чего ее позвали. Надоела бабке, и она тут же. Пшла вон, все. Ты мне поесть приготовила, постирала вещички, развлекла меня. В карты мы поиграли, а теперь вали домой. Ну, вот теперь Надя будет точно так же набегами, наездами приходить к ТВшке, готовить ей еду и убираться вон. И не мешать, и не мозолить ей глаза. Квартирка маленькая. Когда приготовить нужно, ее устраивают и габариты Нади, и то, что она там будет с нею о чем-то разговаривать. Все это ее более чем устраивает. На большее пусть Надя и не рассчитывает. Севка спускается с ней по лестнице и говорит, Надя, вещи-то как на тебе висят, ты как бомжиха. Опять же таки, ну кто еще бы разбирался в бомжах, как не севка? Это же его стиль, бомж-стайл с юности. Стоит только взглянуть на их фотографию с маменькой на Красной площади, и сразу все становится понятно. С тех пор минуло очень много лет, но ничего не изменилось. Во что бы их сейчас не обредили, в любую фирменную вещь, или, как говорит Коля, фирмовую, они все равно будут выглядеть как бомжи. Севка это признает и всегда говорит, да, да, так это и есть. Но не умею я носить хорошие и дорогие вещи. Но не смотрятся они на мне. Ну вот лицо у меня вот такое холопское. И во что меня не одень, я все равно буду выглядеть как бомж с мусорки. Потому что за вещами он не ухаживает, за своим внешним видом он тоже не ухаживает. А вполне мог бы одеваться нормально и выглядеть нормально. Коля ведь все успевает. Но севке некогда. Муж работает, жена красивая. Все как во всех нормальных семьях. Далее севка говорит, ну что, Надя, ну трансляции-то ведь быть. Нужно делать и нужно устраивать сбор на тебе новые вещички. Вот тут я соглашусь со зрителями. Она ему таскает этих кур, а он ей пусть купит курточку. И то, что ей еще будет необходимо. Но не обеднел бы это точно. Но до какой степени нужно быть нахалом, чтобы еще и на одежду, на диногордероб просить у зрителей, как же ему понравилась эта халява. Донатов сейчас нет, и он долго думал, как же ему их заменить. Ну с какой стороны подлезть к зрителям, чтобы можно было у них, ну хоть сколько-нибудь, но урвать. И вот она, идея, родилась у него в голове. Выход так быстро был найден. Теперь на все про все. Зрители, ау, просыпаемся и начинаем слать. Ему нужно то на одно, то на другое, то на третье. И не только ему. Он уже устраивает сборы для всех. На все подряд. И вот, в частности, Наде уже и на одежку. Сколько сумок она им прет и продолжает привозить, и он элементарно не может ей пойти и что-нибудь купить. Ну какой ей там нужен гардероб? Ну купит он, я не знаю, ну платьице одно, ну куртку по размеру. Ну и все. Сколько это все будет на это все потрачено? Я не думаю, что прям так уж дорого. Но даже ради этого он не хочет раскрывать свой кошелек и что-то оттуда отстегивать. Либо нет средств на это все, либо просто жадность. И он в открытую начинает использовать своих зрителей. Сивка вначале отбарабанил спектакль, а потом уже поскакал на праздник. Так, пришел, показывает в самом начале, как Артем с Доллей общается. Развалились они за столом. Мне вообще нравится их поза. Знаете, такие сытые пиявки, которые насосутся и отваливаются. Такие довольные, морды масляные, глаза узкие, как щелочки. Что Надя сидит в такой позе? Что Севка? Что Света? Что этот Артем? Они буквально полулежа. На этом диване возлегают. И вот у него где-то там на груди, на животе лежит Долли. Нравится ему эта собака. Я уже говорила, что из всех их собак мне тоже нравится именно Долли. Не знаю почему, но вот прям такая, знаете, девочка-девочка. Положил на себя, гладит. Севке, конечно, это удивительно. Хоть он и пытался не так давно нам доказать, что я не знаю, почему я говорю, что я ненавижу собак. Вот, ну, я не знаю, почему. Хотя я всегда их подкармливаю. Ну, что-то странное. Не его любовь и вот это доброе расположение к собакам не распространяется на собак именно на игрене. Они от него бегут, как от огня. И свои коты, кстати, тоже царапают его нещадно. Добрый он, добрый. И животные, конечно же, это чувствуют. Странно. За столом такая тишина. Тишь да гладь, да божья благодать. А ведь там должна присутствовать ТВ-шка. Не может быть, чтобы она там была и была так тихо и спокойно. Где же она? Севка побежал искать маменьку, а та дрыхнет в кровати у Светы. Значит, у Иры дома она кренделем спит в кресле. Я удивляюсь, как ее вообще в тамбуре на коврике не кладут. Может быть, Ира там и положила бы ее, если бы Севка не снимал видео. А так все-таки неудобно. Боится она осуждения. Зато тут у чужих людей она лежит в кроватке. Когда их с Надей уложили на Новый год в нее, ТВ-шка говорила, у Светы ума-ны-ма. Вот так вот взять и нам, двум бабкам, отдать свою супружескую постель. Согласна. А как назвать тех, кто ложится в эту предложенную постель? И не возмущается, не говорит, «Слушай, ты моложе меня. У меня все-таки мудрость, уже нажитая с годами. Я тебе сейчас, как мама, Светочка, скажу, никогда не уступай свою супружескую постель. Возьмите собак себе. Ну, как-то решите этот вопрос, но положите нас, Надя, отдельно, не в вашей спальне». Нет, такой фразы не прозвучало, потому что в житейской мудрости не было нажито. Вот осудить потом и облить грязью, это да, на это, ну, я уже говорила, для этого достаточно отсутствия ума. Родная дочь брезгует матерью, а этим получается все равно. Неужели им своих болячек мало? У нее то недержание, то грибок. Вот приснится ей, что она в туалете со всеми вытекающими, и придется ей буквально шкаф менять. Она шкосоглазая, метится в унитаз, а попадает почему-то в корзинку для белья. Уложили прям ее на свои подушки. Интересно, они будут стирать после нее или так и завалятся спать? Я смотрю, Света прям не знает, на какое почетное место посадить ТВ-шку. Уж как она ее под белые рученьки ведет. И целует и при встрече, и целует на прощание. И ТВ-шка уже недовольно уходит, а Света, я поцеловать вас хочу. Ладно, быстрей, давай уже выцеловывай меня. И я пошла. Как же вы мне ей все надоели, там присутствующие. Она уже хочет домой. Уж как крутится возле нее Света, я даже не знаю, с чем это связать. То ли до такой степени хочется перед Севкой выслужиться, ведь они наверняка слышали, как он сказал Наде, еще один гудок с твоей платформы в адрес моей мамы негативный. И вылетишь ты отсюда, как сопля в платочек. И духу твоего здесь больше не будет. Хорошо меня поняла? И Надя, конечно же, поняла, как она выглаживает тоже ТВ-шку, как она ее вылизывает. Вот как корова своего теленочка. Бабка сидит вся растрепанная. Надя ей волосики приглаживает. Та все по имени-отчеству величает. Испугалась, подействовала. Не стала она ждать второго предупреждения. Бог его знает. Вот правда, как дадут не волшебного пенделя. И улетит она вполне конкретно. Кто знает, может быть, сытники не до такой степени брезгливые и будут спать. Ну, мало ли, что там бабка своими слюнями напачкала. Ну и что? Подумаешь. Делов-то. Ведь есть еще Колина комната. Вот он там ночует, но редко. Можно же было туда ее положить? Я думаю, что все связано с тем, что Коля категорически против вот этого подселения чужого чужого в его кровать. Ира Разумеха сказала, что сейчас не время устраивать праздники. Им можно, другим нельзя. Ну вот сидела бы тогда дома. Чего она туда перлась, на эту игрень многострадальную? Я по-другому не могу ее назвать. Я, конечно, сужу со своей колокольни. Они там все счастливы ее видеть, но когда я вижу там ТВ-шку, мне становится как-то не по себе. Неужели им вчерашнего не хватило? Ведь она обгадила их и в прямом, и в переносном смысле без стыда и совести. И приехала опять. Севка, когда вот маменьку нашел, конечно же, тут же прикорнул к ней под бочок. Ну не может он без мамки. Вот такой вот вырос мамсик. Сто процентный мамсик. Все к маме, к маме. С мамой обсудить, с мамой поговорить, с мамой поругаться. Без мамы он жить не может. Пуповина держит очень крепко. Внимательно слушает, что мамка съела за столом. А та перечисляет и то, и другое, и третье. Ну всего, ну по чуть-чуть, по чуть-чуть. Севка тут же подкорректировал препараты. Мне понравился комментарий зрительницы, который написал у меня на канале. Айболит 80-го уровня. Вот уж воистину, правда. Половину таблеточки, говорит, выпьешь вечером целую. Инсулин подколешь или не подколешь. Все-то он знает, и во всем-то он разбирается. Ну зачем ТВ-шки эндокринологи и реабилитологи? Для чего они ей? Севка все лучше всех знает и понимает. Он же лекции Коли внимательно слушает. Второй сустав, я думаю, он поменяет ТВ-шки сам. Ну, пока она будет спать. Включит телек погромче, даст ей коньячко. Бабка просыпается. Усё готово, шеф. Потом переключились на Надю. Ты чу, севка, наша Надя замуж выходит. Ха, как замуж, так уже и ваша. Как в том мультике. Да что ж я корову свою продаю? Такая буренка нужна самому. Печенка болит у ТВ-шки. У Нади жизнь налаживается как публичная, так и личная. Она ведь этого не переживет. Одно утешение. Ну, Надя сказала, что она против. Не нравится ей этот кавалер. Из балаболов оказался. Говорит одно, делает другое. Так в чём проблема? Надя такая же. Сегодня так, завтра эдак. Вот и будут друг друга за нас водить. Идеальная семья. О чём ещё им поговорить с маменькой? О, затянул севка новую песенку на старый лад. Давай поговорим с тобой о зубах. Шатаются. ТВ-шка всё, что касается её, расскажет и даже с удовольствием покажет. Севка зум загодя включил. Ведь он маменьку знает, как облупленный. Что она сейчас будет раздевать пасть и тыкать своими корявыми пальцами себе в зубы. Зубы, как у лошади. Вот прям в экран увеличены. И давай там пальцами шурудить, объяснять. Какие у неё тут пенёчки-то пооставались коротенькие. А дальше зубчиков-то у неё вообще нет. И вот эти мосты шатаются. Надо срочно что-то делать. Неприятные у неё во рту ощущения. Ножку подремонтировали. Вон, Надьки, какой предстоит тюнинг. А ТВ-шка, чем она хуже? Да она лучше. Поэтому обязательно ей нужны зубки. А то, видите, она их уже обломала. И о зрителей, и о Надю. Сколько ей приходится грызть людей. Шутка ли сказать? А хочешь, сам поковыряй, предложила маменька. Севка говорит, делать мне нечего ковыряться там. Вот ему нечего делать. А нам оно надо, вот то, что она раздинула свою пасть и начала показывать вот эти свои зубья. Фу, честно говоря, зрелище не для слабонервных. Молодцы те, которые не смотрят эти видео и не видят всей этой картины полной, как она есть на самом деле. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok